Здравствуйте! Русский человек все время открывает в себе что-то новое. Кто бы еще несколько лет назад мог подумать, например, что российская общественность станет столь требовательна? Не проходит и трех дней, чтобы какое-нибудь общественное движение чего-нибудь не потребовало. Не успели утихнуть страсти по поводу еще не вышедшего фильма Алексея-учителя Матильда, как общественность переключилась на выставку бельгийского художника Яна Фабра «Рыцарь отчаяния. Воин красоты», проходящую сейчас в Эрмитаже. Зоозащитники требуют немедленно закрыть выставку, поскольку в качестве ее экспонатов используется чучело животных. Спрогнозировать, что именно вызовет возмущение общественности в следующий раз, практически невозможно. Находящиеся недалеко от Эрмитажа Кунцкамера и Зоологический музей, забитые чучелами животных сверху донизу, возмущение не вызывают. А выставка с несколькими чучелами вызывает. Как минимум три фильма о романе Александра II с Екатериной Долгоруковой возмущение не вызывают. А фильм о романе Николая II с Матильдой Кшесинской вызывает. 26 лет спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда» спокойно идет себе в Питерском театре рок-опера с благословения, между прочим, самого патриарха Алексея II. А намерение показать этот же самый спектакль в Омском государственном музыкальном театре вдруг вызывает общественный протест. Когда в 2005 году в администрации президента задались целью стимулировать построение в России гражданского общества, вряд ли предполагалось, что это самое гражданское общество, будучи построенным, будет держать в страхе всю художественную отрасль страны. Однако общественные порывы – это стихия. Нельзя же запретить гражданам требовать то, что им нужно. Мы живем в свободной стране. Но вот для реакции на подобные требования у художественной отрасли страны свободы уже значительно меньше. Над фильмом «Матильда» работают сотни людей. В требующем его запрета общественном движении «Царский крест» состоит всего 15 человек. Фильм стоит 25 миллионов долларов. Одних костюмов пошито 5 тысяч. У общественного движения «Царский крест» нет даже собственного интернет-сайта. Только страница в социальной сети ВКонтакте. И, разумеется, никакой регистрации в Министерстве юстиции. У такого же незарегистрированного общественного движения «Семья, любовь, отечество», требовавшего запретить рок-оперу про Христа, интернет-сайт есть. Но нигде на этом сайте вы не найдете ни количества последователей движения, ни текста, подписанного кем-нибудь, кроме председателя движения. Между тем, по его требованиям принимаются решения, затрагивающие тысячи людей, как зрителей, так и артистов. Изучением феномена этих фантомных общественных движений сейчас занялись многие. И согласно одной из наиболее популярных гипотез, природа подобного гражданского активизма – банальная самореализация. Сами активисты называют свою деятельность «социальным лифтом для невостребованных». Достаточно громко потребовать защитить большинство от какого-нибудь исчезающего малого меньшинства, и пристальное внимание прессы гарантировано. При полном сохранении безопасности, поскольку меньшинство обычно не защищается. А там, глядишь, и по телевизору покажут, и с депутатом каким-нибудь познакомишься. На круглом столе в общественной палате позаседаешь. И постылая серая кредитная жизнь неожиданно раскрасится яркими красками. А если повезет, то можно вытянуть и счастливый билет – финансирование. Слава богу, есть еще в нашей стране богатые люди, сочувствующие чаянием большинства. При этом ожидать ответной гражданской активности, то есть какого-нибудь общественного движения по защите общества от общественных движений, никак не приходится. Пример с недавним возмущенным выступлением некоторых деятелей культуры оказался весьма красноречив. Художественное сообщество, как и любое другое меньшинство, что сексуальное, что политическое, при всем видимом единстве интересов, состоит из отдельных, практически не связанных друг с другом опасающихся индивидуальностей. Большинство же, хоть и состоит из необозримого множества крохотных общественных движений, ведомо одной единой целью – сделать этот мир понятнее, очистив его от всего непонятного. А там хоть трава не расти. До свидания.